Привет, с вами Сойер, и сегодня видео для тех, кому интересна тема компьютерного зрения. Именно я хочу рассказать о том, как быстро, буквально за 2 минуты, интегрировать OpenCV и Unity. Ну, зачем это надо, во-первых. OpenCV – это библиотека, которая реализует все современные методы компьютерного зрения. А Unity – это игровой движок, который можно использовать для создания классных трехмерных пространств, не только игр, а в принципе симулировать любой, словно говоря, трехмерный мир. И вот такая комбинация OpenCV и Unity позволяет вам заняться как минимум такими вещами, как дополненная реальность, виртуальная реальность. Это очень интересное направление. Да, есть под Unity другие плагины дополненной реальности, но они либо платные, либо имеют ограничения. А OpenCV – это бесплатная библиотека с открытым исходным кодом. И на YouTube есть много видео о том, как можно перенести OpenCV в Unity, но все предлагают какой-то сложный механизм, и я не хотел бы его повторять и транслировать. Есть гораздо более простой способ. Во-первых, OpenCV уже есть в Asset Store. И нет, я говорю сейчас не про платную версию, которая, наверное, первая попадается в поиске большинству, а говорю про OpenCV Plus Unity. Это бесплатное решение, которое можно установить просто буквально одним нажатием клавиши в редакторе Unity. Но есть несколько нюансов. Начнем с того, что для того, чтобы работало данное решение, нужно включить определенные опции в настройках Unity. Сейчас вы их видите на экране. Второй момент. Те проекты, которые идут вместе с данным решением, с данным плагином, они содержат ошибку. Ошибку, связанную с работой с веб-камерой. В скрипте, который занимается подключением веб-камеры, в 64-й строчке необходимо внести изменения ровно таким образом, как вы сейчас видите на экране. И после этого все приложения, которые используют веб-камеру демонстрационные, в этом пакете начнут собираться. Я знаю, что многие разочарованы были в этом пакете именно в тот момент, когда не собрали демонстрационные сцены. Ну и третье. Для того, чтобы качественно распознавать лицо и накладывать сетку, глаза, рот, нужно скачать дополнительный набор из интернета. XML-файл. И заменить его. И опять же, в проекте ошибочно указано место. Заменить его нужно ровно в той же папке, где находится сам проект. И тогда у вас вот на экране будет отображаться лицо, не только его место положения в кадре, но и сетка лица. Далее хотелось бы пробежаться коротко по проекту. Ну, понятно, что самый интересный проект, это, наверное, поиск изображения лица и наложение сетки. Благодаря этому можно сделать всякие маски, которые будут созданы в Unity, накладываться на лицо. В общем, мы, наверное, в будущем такие уроки попытаемся сделать. Далее интересный проект, это отслеживание, трекинг объектов на экране. Здесь нужно выделить область экрана с помощью мышки, и тогда она начнется трекаться с помощью OpenCV. Далее это распознавание лиц, когда несколько популярных актеров сразу из коробки распознаются с помощью OpenCV. Распознавание букв, ну, здесь тоже понятно, это интересное направление в компьютерном зрении. И, собственно говоря, различные преобразования, такие как скетч, когда мы просто преобразовываем, находим границы на изображении, вот получаются такие забавные картинки. Ну, просто перевод в черно-белый режим изображения, здесь тоже показано. И вот все эти проекты, они позволяют хорошо понять основные направления, в которых можно использовать OpenCV, и дают представление о быстром старте. Надеюсь, у вас тоже получилось установить эту библиотеку, и в будущих видео я расскажу, что интересного можно сделать в этой связке OpenCV плюс Unity.